ну что ж начинается второй полуфинал графика рефорж держитесь и посмотрим у нас есть так скажем референс вчерашний по этому мэтчапу от фогича easy work больше эльф думаю 3-0 но мне кажется что тоже либо 3-0 либо 3-1 то есть на дистанции должен выигрывать лин в любом случае это не тот эльф которого который его может остановить но болеем за орка чтобы финал был не зеркальный я думал наоборот и вброс будет такой что типа болеем за эльфа чтобы зеркалка была финале хорошая зеркалка эльфийская мне понравилась тема с фэсом вчера точнее понравилось что ну что эта штука работает и что фоги не готов до глебчик обязательно и скорее всего xcom сегодня начнется чуть раньше потому что плей-офф идет также бы 5 и финал тоже бы бы 5 и в отличие от вчерашнего дня у нас сегодня три матча они 4 серклеточки весьма неплохо по стратегиям не будет никаких скорее всего таких прям хотя форсирует может появиться и но я более чем уверен что или будет пытаться гнуть свою линию так виспа colorful от контролю увидел и не отдал его раньше времени странный мурлок отошел поспал проснулся вернулся к бою пошла база блэйд стремится уже в сторону базы берет серклетку это минус нычка будет зачем почему я думал лин посмотрел демки при это самое знает про тайминг без разведки и четко бежит на экспо в результате может быть он подумал что не успеет уже отменить ее хотя хотя вроде он успевал не не успевал да согласен согласен толку не было уже мурлок я думал это грант прикольная графика ты на телефоне смотришь что там увидишь вообще думал это грант ну и пока все идет пользу ровненько так скажем не ли не это это мелочи это так он просто подбешивает и все было бы не отменить убегает шмых шмых в чатике интересный ник так а зачем пион вернулся это было очень опрометчиво с его стороны видимо разведка для того чтобы отвлечь внимание да не опрометчиво этот пион этот пион и агила плюс 6 офигеть минус блейд да может быть да минус блейд ё-моё то есть пион был он две задачи решал первая задача это бежит ли сюда кто-нибудь а вторая задача привлечение внимания выигрывания времени и пион немножко не справился с своей задачей ему нужно было еще чуть-чуть лин рискнул но артефакт ему этот на самом деле стоит дороже чем второй уровень он приносит больше профита на дистанции по крайней мере значительно больше профита но такие смерти героев они сильно ударяют по по силе тайминговых атак вот подпушивать после своего экспанда будет сложновато здесь уже третий козел СХ второй ну лечение возьмет очевидно чтобы с грантом было проще и высосал ману видите для того чтобы не было прикопки грамотно лин действует там было как раз 73 маны он сделал высасывание и там осталось там как раз посреди ну 23 24 25 пошла регенерация красиво но эльф сейчас ставит базу свою блейд выходит очень затаренный блейд красивый блейд 13 урона у него и плюс 4 брони арчу ловят но там ночь пока что осидочка пошла а блейд побежал зачем в интересном магазине он за свитком видимо лечение или зачем не он на эту на экспант побежал просто его задача шахту отменять это минус 300 голды сразу хоп вот на той стадии на которой была шахта это минус 300 голды дальше мы считаем еще время пока пока он не восстановил эту шахту двое рабочих выходят ага опасный момент можно же сейчас пурджем не хочет я думал он штрафанет кого-нибудь ну типа алхимика как раз дотягивались вроде шаманы мне кажется сейчас пойдет героев с пурджем может я что-то не пуганный вообще этот эльф а это меня а и а и 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Таких же способностей Поб Events Боих Спирает Благодаря Испыт时间 Благодаря Благодаря Испытство Те Эта Благодаря Такая Продолжение Металл Благодаря Я такой, который стоит терять на пол, что это просто так. И вот этот шаг, это очень веселый шаг. Но это шаг, который очень тяжелый шаг. Да и шаг еще не так, но сейчас уже так, вести шаг на пол, в чем-то уже少. И вот этот шаг очень просто. Хочет, может быть, не так, что-то так, может быть, Если САС, Геншин может затягивать к этому. Да, это во время бессильный, мы пытаемся будет его поймать. Но, мы не можем садиться на его сторону. Мы не смогли обрабатывать, чтобы садиться на свой икос. Но, последнее, мы не садимся. В последнее время, но, в следующем уровне, Многое, в последнее время, из-за того, что у нас есть один пенда. И один пенда, который был сразу же на два пенда, и он его поднял. Да, это очень сложный. Если он не умер, то, что его уровень не было. Продолжение следует... Да, да. или или иначе, только Да-это, который может быть очень сильным. И вот здесь, потому что это что за это даже сплошные силы, который нужно будет так-но снять. Да-это, конечно, это так-но, что дальше-то есть. Он был виноват, не было виноват. Нет. И мы так-но бы не виноват. А, конечно, это уже всегда. Да-это. Да-это. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Если чатик угадывает победителя 10 прямочков рандомно 95 переподписан 7 месяцев То есть сейчас вот ты предлагаешь чатику угадать победителя в матче Лин против Colorful после первой игры, которую мы видели Или победителя всего турнира Да, Халди Рэлдер, Скаут, Владивосток в Силифе, конечно По крайней мере с точки зрения нас Лин Скринти, Лин На весь турнир можно и 50, на победителя матча можно по 50, по 10 Угу, угуу, угуу Во, форсир первым, вооооо, вспоминаем четвертую игру Лина против Фогича Хэдхантеры А, добили, добили Пока подхорашивает Волк еще подбешивает виспов Убивает Ну, не убивает, но заставляет Это сразу минус ресурсы Это минус какая-никакая мана в мунвеллах Что волк довольно шустро убивает Наносит урон, точнее О, энта подрезал Ошибка эльфа Новых волков перевызвал Уже грант здесь У тебя прикопки нет У тебя только энты Так, пошел грейд Мурлока пытаются убить Уже форсир побежал Доедать его Но эльф не должен позволять этого Мурлока добивать Нага вторым героем Неплохо Кипер добивает, второй уровень получает Можно вообще форсира прикопать, не? Вообще не сообразил он Ну что за окружение-то, эльф? О, нет, таким эльфам, конечно, нельзя Нельзя давать победы Ну что это такое? Просто Форсир находится в центре армии всей Энты Арчи У кипера второй уровень Есть мана на прикопку И он не прикапывает, не окружает ФС Не-не-не, так нельзя Ну все, поджим идет дикий Хоть застраивай после этого Его еще с этим С трех пионов берешь И застраиваешь, идешь Ну нет, тут сейфовый играет Т3 Ну как против Фогича Как против Фогича Но Фогич, к сожалению, выходил в этот В две лорницы с дрядками А тут напрашивается все-таки Какой-то эксп и халява в медведе Либо просто халява в медведе Вторым героем, кстати, отлично смотрится панда Против хэдхантеров Непонятно, как ее, правда, качать Ну и либо демонхантер против третьего Таурена, либо уже добирать Третьего героя Димка против Таурена Ну а смысл в том, что как раз винные пары и дыхание Не контрятся Хэдхантерами и шаманами Нюк за три, привет Первый полуфинал уже закончился Идет сейчас второй И впереди финальная часть Я специально не говорю, кто там в первом полуфинале выиграл Вдруг кто-то записи смотрит Не по порядочкам Все-таки демонхантер вторым героем Скорее всего выход в медведи Ну я вижу, что три, вижу, две лорницы Это логично очень Криппинг продолжается С хэдхантерами Криппинг идет Очень тоже бодренько Очень быстро Из-за их урона Хорошо, что он в Грантом не танковал Этот персинговый урон Там что-то впитали хэдхантеры Что-то впитали герои Что-то впитали волки Это было бы больно И вот вроде хочется против хэдхантеров Делать сразу фаст эксп Но он нормально купаться не может А здесь пошла шкатулка, кстати И Алин очень грамотно играет Конечно Прямо Заглядение То есть постоянный контроль за происходящим Контакт Агрессия Агрессия вообще очень важна В такой ситуации То есть просто создание напряжения Плюс получение информации И все Он сейчас немножечко поджал эльфа Ничего вроде это ему не стоило вообще Но при этом он под шумок поставил базу Просто бах и все Берсеркеры делаются Грейт на шаманов То есть выход Бладласт И как бы это уже вообще другие люди Пурш на медведя Тут момент опасный Потому что эльф за бараком стоит Голема все-таки подрезает Арба уже есть Йорк отступает Но ему нужно отступать У него только база построилась Он там 600 голды вкинул В инвестировал в нычку И при этом у него 700 голды Вот это кстати странный момент Алхимик вторым героем Алхимик вторым это для лечения Для массового скорее всего Да Это победитель эльфа и его же оружие Да-да Медведя стафают Я не знаю зачем он демона взял Ни одного моноберна забитывать тоже не сделал Это просто Это просто как фоги играет просто Но демон хантер первого уровня У него же бёрн Я не знаю это по иконке Или это эвэйжен у него стоит Там бёрн или эвэйжен А это был эвэйжен у него Вот в чём дело Он на первом уровне взял пассивку Непонятно зачем Тогда понятно почему моноберна не было Но непонятно зачем он эвэйжен взял Учитывая что там алхимики есть Может быть его тогда ещё не было Ой хороший риджуф Пурдж тут же на Димку Ещё один риджуф Да Нормально тут линоб подрезают Скоро Бладлас будет А Бладлас это сразу И манёвренность тебе И 25% скорости перемещения О, Андердяк, здравствуй Шаманы в очереди Бладлас там только четвёртым Или третьим в заказе стоит Да, Андердяк Ты на Икском пришёл? Или на Варкрафт Интересно Но эльфу нужно сейчас давить с медведями У неё другого выхода нет А по лимиту, видите, эльин уже выходит Странно, что шаманы делаются С таким приоритетом, чем Бладлас Может завтыкать сейчас Ну в смысле не успеть Эльин пытается выиграть время Но он не может пока нормально сражаться Бладлас А тут Энт провоцирует Один Работает Двое смотрят Манабёрн Ну где Алхимик с лечением? Минус Димка Минус Парабрекер Минус Алхимик Алхимик смотрится гораздо менее полезным Чем Таурен, конечно Как же Ласта не хватает, а? Медведя подрезает Рабочие там умирают На экспанде 53 на 45 Калорфула меньше Димку выкупили в таверне Алхимик еще бесполезный Минус Медведь А под Поржем ты в первую секунду не можешь стаффить, да? Насколько я помню Алхимик отличный вообще Ворвался Сделал лечение и тут же умер Блин, где же Ласт вообще? Где Ласт? Там 4 шамана Маны есть Блодлас-то нет Экспанк не добывает Ну эльф не продавил Если коротко, это 2-0 В пользу Линам Вообще, вместо Димки нужно панду брать В такой ситуации Пытаться ее хотя бы там до двойки прокачать Ну если он так халявно ставит базу Да, с одной базы в Медведя выходить Кажется наиболее логичной темой Если уж совсем хочется там нейтрализовать Ну берешь ты с собой Виспов Пытаешься дойти Хотя бы на Порже разведешь Еще разок Виспов возьмет в атаку и все Ты считаешь, что Калорфул здесь выигрывает? Демон Хантер снова отправляется Каждая вот такая вот отбитая атака Выигранное время как следствие Удар по эльфу А вот и Блодласт Поздновато, но Но смотрите, что творят берсеркеры под Блодластом Там сразу развал идет Дикий всего Там кто попадает под раздачу Кто-то умирает Только под инволом не умирает Свитка лечения, правда, не хватает Стоп, стоп, стоп Форсир, Свиток, отлично, молодец Димку стафует Кипра подставляется Тут Форсир может умереть Блин, если бы этот Если бы Козел очень нормально контролил Блин, он прикапывает чушь какую-то Вместо Форсира Вот сейчас Форсира мог убить третьего уровня Спокойно Рабочие возвращаются на эксп Потихонечку Да, здесь много растерял орг Там пять трупов берсеркеров Лежит на поле боя Или все-таки может продавить Ой Да продавят Но маны нет на диспл этого Алхимик здесь какой-то странный получается Турин смотрелся лучшим Даже против Димки Уже идет тык в героя Нет, один-один Уже отчаянно врывается внутрь Игнорируя медведей Это плохо закончится Минус два берса Пытается убить козла Алхимики или живое О, Кадойчик съел мишку И побежал такой Побежал Хотя Дима тоже неплохо смотрится в такой массе Спейл, привет Да, падает Алхимик С высокой вероятностью Потому что там еще прикопка будет от кипера Блочить медведями Ну нет, забей Как бы Оно само развалится Через атаку отправляем На нейтралах отдает Лин Да, и тут уже медведи больше, чем Берсеркеров Да, Colorful Не в сухую Не в сухую Рабочий возвращается Потому что там снова энты в атаке Линия сдается Лимиты сопоставимые Но у него пустые герои Пустые кастеры Все битые Пишет, ГГ выходит ХЗ Есть вопрос по поводу Алхимика Если честно Потому что он и удар не держит И лечить его непонятно как И лечение в крайнем случае Можно там перебить кипером Хотя в этом проблемы никакой не было Непонятно, зачем Алхимик в такой ситуации Бладласт появился очень поздно То есть в определенный момент У него было там 4 шамана с маной И в заказе еще 3 шамана И после этого делался ласт То есть он проводил серию сражений Без Бладласта вообще Странно Очень странно Возможно Алхимика он взял тогда Когда рядом с таверной типа был И надо было брать что-то Ну типа что-то Просто что-то Чтобы сделать вот сейчас в сражении Твою армию посильнее Ну из всех таверновских героев Разве что может быть тинкер Как-то был бы В определенных ситуациях получше А так выглядит логично Что ты берешь Ты берешь Алхимика Пита бы взял Да это та же самая хрень Что пит, что Алхимик То есть когда уже Димка есть там второй, третий То у ренах по крайней мере ауры есть И с том для какой-то нейтрализации Хотя бы штучку сделать А тут сколько он хилов сделал за всю игру? Три? Четыре? Больше стоял на себя внимание Привлекал эльфы В смысле орка имеется в виду Ну реально он Как битвы не покажут Он непонятно чем занимается Вот одно лечение было хорошее Есть контроля, не хватило дикого Кто Лину Кто в лес, кто под рова Там наверху понадавались Здесь понадавались Постреляли черт знает куда Тут Мишек надо фокусить в первую очередь Берсами, конечно Если есть выбор Димы Мишки То надо фокусить Мишек Тупо штрафа нет Не по броне такой Не по типу защиты Короче, эта стратегия еще пока Далеко не оточена То есть Видно, что это не стандарт Видно, что играет ее редко Видно, что играет ее даже Лин А бы как Короче, много мисконтроля Ну и у эльфа тоже Там такие моменты он героев отдавал Он Форсир там третий, красный Еле-еле живой Там уходит Он прикапывает Берсеркера У форсира из предметов Только там Не помню, что у него было Какой-то нелепый предмет А там кипер, у которого 70% маны Еще вопрос, откуда у этого черта 70% маны под конец сражения Тоже возникают Очень логичные вопросы из серии А чем ты занимался вообще все сражение Это одна из самых странных вообще игр Может 3-2-2 Не помнишь, какая мозаика на фоне голда была в тему эльфов? Нет, нет Я артасы помню Димка, козел, кто там был Тоже Это ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, посмотрим. Например, будет Лилин пытаться на какой-нибудь карте повторить? Видно, что не пытается на этой, по крайней мере. Ходили случаи, что это последний голд. Это правда? Первый раз слышу. А с чего это может быть последний голд, если все ок? Хотя не знаю их данных и статистики. Может, они там закоммитились на какие-то KPI дикие, не выполняют. Я не в курсе. Да, Лилин, он надежнее через стандарт играть. Он, видимо, почувствовал, что может поэкспериментировать. Так же, как с Фогичем. Когда вел там со счетом 2-1. Попробовал сыграть через ФС. И там зашло. Но Фоги очень странно реагировал на эту тему, конечно. Дриадами хатхантеров ты никак не убиваешь. Особенно берсеркеров. Хатхантеров-то еще с хантресскими можно, пока керитмаса нет. Какими-то набегами небольшими. И надо было ему врываться и размениваться. Потому что потом хантресы вообще не представляют никакой ценности. Вообще никакой ценности. То есть это такой шлаковый юнит, который надо по возможности до критмасы. И уж тем более до берсов как-нибудь разменять. При всем уважении и любимой к хантрескам, вы же понимаете, что когда у вас витает там 45 единиц урона с дикой скоростью. Когти выпадают к козлу. И когти выпадают к бейду. А, ящий. Один знак есть. Вчерашнее черное платье. Их было два, кстати. Обе девушки решили, может быть, там праздник какой-то. Черных платьев. Или траур. Почему-то. Коты для тебя просто шутка, что ли? Коты молодцы. О, пион попытался, добить не получилось. В смысле обе. Ну там и ведущая была в черном платье. И комментаторша была в черном платье. Или нет. Все-таки изловил пиона. Комментарии Фоги. Форсир считается не самой лучшей стратегией, так как у эльфа есть виспы, дриады. Чтобы справиться с волками, он решил построить три ханты и сделать третьего кипера. И где взял второй прикоп, как хотел нахарайся торка. С охотницей мне получились поздние тайминги. Я пришел нахарайся, как торка появился хак с хексом. Аккуратно сидел на базе шананта. Мои хаты меня замедлили, технологии их никто не мог реализовать. Ну да, чего не так. Его очень сильно замедлили. То есть тайминг третьего кипера был смещен. Поэтому все получилось позже. Все следствие хорошего хараса. Почему на Твиче нет трансляции? Я не делаю трансляции на Твиче. Они там были некоторое время, потому что мы тестировали новые рестримы. И у нас есть уже в бета-профиле привязка... Ну, если вы включите новые ретрансляции, то у вас, как у стримера, появится новая панель, где вы сможете прикрепить тот же самый Твич. Поэтому... Но не здесь. Здесь ретрансляция на Ютуб. Еще экспериментальные стримы на Яндекс.Дзен. Всем, кстати, привет, кто там смотрит. А Твич очень... Со своей политикой. То есть какой смысл рестримить на Твич, если ты, например, долго не можешь этот плеер смотреть на других площадках? Ну, только на Твиче. Они начинают уже сейчас и зрителей довольно активно заставлять, переходить к ним на сайт и смотреть трансляцию оттуда. Поэтому я против. Козлик не третий, но, кажется, сейчас на зеленой точке, где там, где мурлоки стоят, удастся третий как раз получить. Да, и он этого и ждет, видите. После этого сразу со второй прикопкой можно врываться на Грантов. А он и встречает Грантов. И прикапывает Гранта. И Бору не достает. Вот. Это минус Грант. С очень большой вероятностью минус Грант. Придется потратить вторую прикопку, но... Что он делает? Что он делает? Он врывается в Бору, что ли? Не тратит вторую прикопку? Он может и Гранта не убить и... Блин, какой же опс медленный. Капец, там же... Да, Гранта убили. Ну, наполучали хорошо. Не была потрачена вторая прикопка. Здесь, видимо, был блок какой-то. Конкретно. Я не знаю. Я не знаю, кто смотрит на Дзене, но там их было столько же вчера, сколько на Ютубе. Видимо, по рекомендациям как-то в ленте натыкаются, зависают. И пытаются погрузиться в этот вот киберспорт, Варкрафт. В частности, сейчас хороший крипджек может сделать. Вот, смотрите. Ловит грунта. Зевает немножко еще Colorful. Я не знаю, как он так настроен. Подрезает артефакт. Убивает второго Гранта. Да, неудачный выход на криппинг. Минус три Гранта в результате у Лины. Максима Арчу вон за это возьмет. Там просветка есть. Ха, классно. Заставил спрятаться, просветил. Но Кот здесь может долго нарезать вокруг. Оп, и ушел. В результате минус просветка, минус два виндвока, а Кот все равно жив. Да, Гранта одного добил сам. Кспа только за одного, говорит Нити. Ну, они же бойцы. Это же три лимита по 200 голды. Это много. Это просто минута. Минута добычи базы. Вот один из плюсов Козла, что он не прощает. Что вот если Козлик там быстро на определенной карте прокачивается до третьего, то ты не можешь так просто выходить с базы. Да, верно. Ксардес говорит еще, что темп прокачки уменьшается. То есть скорость криппинга с Ихи сокращается. База делается. I love hard rock, но ты поздно пришел. Увы. Вчера был плей-офф, первая стадия. Масса интересных матчей. В том числе с участием Фогича. Деревом добил. Вообще Алхимик курит, вообще ничего не делает. Ну, видимо, он контролил в другом месте, но минус Арча и Алхимик абсолютно пассивно сыграл сейчас. Блэйдмастер, возможно, там до шахты добежит, попробует ее отменить. Кипер вряд ли прикопкой здесь что-то сделает, потому что Пурджа огромное количество. Была попытка добить Козлом, но, вы видели, не увенчалась успехом. Вообще он не уводит Арчей, капец. Господи, как это, как? Так, осидка тоже тайминговая сейчас была. Жуть. Как же Colorful играет странно. Он играет хуже, чем Фогич вчера. Не знаю, скажется ли это в результате на счете, или останется он такой же. Но это вот осидка мега поздняя. Арчук не отводил, ничего там не блочил, не разводил на винвок. Вообще ничего не делал. Давно начали? В 11 часов. Уже как бы на полпути. Заблочили тролли, такое бывает здесь. Приходится там вышками как-то и Пурджем останавливать. Но сзади уже подходит Colorful. Опасный момент для Лина. Вроде как и нужно этого добивать. И Виспы диспейлит. Ой, здесь можно все на этом Огре отдать. Shadow Hunter подставляется. Огр падает, Shadow Hunter минус. Гэгэ Пишлин, капец. Просто. Вот тебе и 3-1, 3-0. Ну, объясню. Ситуация и так была плохая у Лина. Ему нужно было рисковать. И орки, они же вообще такие. Они же телепорт продают. И он редко пригождается. Но в такой ситуации бы мог спасти игру. Вот. И он принял решение нырнуть за этим Огром. И нырнул. Но не вынырнул. Вот и все. Ну, смотрим, что было. Это уже труп Гранта один есть. Второго прикапывают. Добил, кажется, СХ этого. Ну, черепашку. Минус 2 Гранта, минус 3 Гранта. На одну Арчу поменял. Ну и все. Это, по сути, два момента ключевых. Вон сзади в Алхимика все влетает. Ой, в СХ все влетает. Прикопка. Фокус. Осидка. И он умирает. Ой, Соник предлагает финал. Давай покомментируем финал. В Дискорде созвонимся. Так хоть веселее будет. Е-е-е. Отлично. Для разнообразия стоит. Тем более Соник веселый. Расскажет что-то интересного. Эльфа в любом случае будет в финале. Интимный стрим намечается. Да, много интимных моментов. То есть ты ставишь уныло финал с Мирором Эльфов. Настойные графики выше бомжи против пришельцев. Ну, комментарии Соника еще будут. Соник уже в финале. Соник играет с победителем. То есть сначала там Мун с Лином вы... Ну, или с Калорфулом выяснят, кто из них лучше. А потом выходит Соник. Турин говорит, два эльфа будут комментировать Эльф Мирор. После этого Эльф и Нимба. Ну, не факт, что Лин зальет. Но что-то он начинает потихонечку тильтовать. Выбор с врывом на Огра был очень странный. Я еще не настолько интимно преиспонился, чтобы адекватно понимать комменты Соника. А он так же выйдет, как в прошлый раз на голде на сцену? Мы не увидим. Мы можем попросить его так же выйти, но мы не увидим. Ты же помнишь, что Соник топчал ГГТ, сознаешь величину? Я забыл, кто выиграл в том турнире. Ладно, погнали. Вот тебе и калорфул. Привет, Мика. Мика. Он там показывает, как Соник выходит. На всех случаях, если вы забыли. В замедленном, пока гифка загружается. Хорош. Еще в реальном времени. Раз. Два. Три. Четыре. Все по счету четко делает. Класс. Красава. Просто красава. Радует нас. Пока еще никто не переплюнул это. Вообще никто. Даже близко не стоит. А, некоторые не видели это? Ооо. Ну басы. Как мало вы видели в жизни. Щеглы. Щеглы. Так, а Блэйдмастер уже в аркаде смотреть. Прибежал вместе с Грантом. Там Кипер в аркаде и Блэйдмастер в аркаде. Где больше аркады, я не знаю. Терпит рабочий. Терпит арча. Но рабочий больше терпит, кстати. Не потому стреляет. Не убьет этого. Не, я добил. Боится, что прибежит Блэйдмастер в голубом вертолете, да? И добьет Кипера. Потому что он не знает, куда он делся с центра карты. А у Кипера жизни ее совсем не осталось. Лема говорит, даешь застройку от Орка? Ну, Кипера сложновато застраивать. Ну, очень много мяса получается. То есть застройка обычно идет в какой-нибудь... Хотя, может быть, со смещенным таймингом. Раньше пробовали застраивать экспанд эльфийский. Ну, типа, то же самое делали. Только не строили базу, а брали рабов и шли в атаку. Но такая стратегия показала на дистанции себя не очень надежной, так скажем. Потому что ушастые умудрялись иногда отбиваться или затягивали. И все равно у тебя получалось... Ну, экспанда нет, будущего нет. Мика говорит, каждый раз испытываю легкий испанский стыд от гибкой Соника. Да, значит, тараканы у тебя, тараканы. Боишься публичных выступлений. Мы разбирали это уже. Потому что по шагам, как бы, тут нет вообще ничего плохого. Только улыбки, веселье и уважение за смелость. Митачат поддержал ваш канал. О, Митакэт! Добрый день! Добрый день! Подскажи, почему проигроки совсем не используют талонов в форме воронов? Так. Неужто это самый юзлес юнит? Способность в варике. Ну, непонятно против кого. У каждой расы есть контракт к этому талону в воздухе. То есть он... О, серклетку стащил Блэйдмайстер. О, три серклеточки. Короче, в эльфийском гиппогрифы убивают талонов. В орковском эти батки убивают. В анденовском гарги убивают. У хуманов вертолеты, танки, да кто угодно. То есть они не против чего. Это юнит такой пустой. Это юнит поддержки в каких-нибудь затяжных баталиях против, не знаю, там, вермов, например, в ФФА. Когда тебе... И вроде как магический урон будет неплох. Ну, потому что он по Нарморду, кажется, 125 наносит. Если я правильно помню, блин. А у них неплохой магический урон и дистанционный, что самое главное. И ФФА просто никакой юнит. Это только возможность спасти талона. Там, от сетки, например, или просто улететь. Не успел взять Блэйд, но у него была возможность тиснуть артефакт здесь. Видолец поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Привет! 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 Привет, Видолец. Спасибо большое. Алхимик вытащил себе Скрофт Забист. Амалхимик еле живой. Смотрите, сколько у него здоровья. Так, ну эта игра гораздо более стандартнее, чем предыдущая. Единственное, что у Лина наверняка были какие-то проблемы после Т2 с постройками. Может быть, по золоту, может быть, по лесу. Мэл Лоис говорит, потому что не в ЦГ надо выигрывать, а на сцену красиво выходить. Ой! Ой! Это оправдание. Слушай, тебе для того, чтобы красиво выйти на сцену, можно там 15 минут подумать, набраться смелости и выйти красиво на сцену. Одно другому не мешает. Тебе эти 15 минут даже могут быть в пользу отдыха, переключения от игры. Ой, оправдывается еще. У-у-у-у, просто признай. Признай, что ты бы так не смог, потому что боишься. Как бы Соник и вышел, и тебя катнет. Ну, что ты на это скажешь? Вот так вот. Ой, минус Хантреска. Попытка опять встретить артефакт не увенчалась успехом у Лина. Он прям забегал туда, но что-то не теснулось. А там вампиризм. А там хотелось бы взять. Конечно, не смог Диэгдзи Соник. Все, разобрались, наконец-то. А то начинается. Надо выигрывать ВЦГ. Ну, Ленчанский строит, как видите, параллельно. Он неплохо сейчас Змеек подспамил, но маны очень мало у Сахи. Он Змеек подспамил, а больше ничего не осталось. Хотя у Эльфа битые Хантрески, дико битые Мунвейлы. Похоже, Эльф здесь остается. Ну, слишком серьезный урон он получает. Алхимик накопил. Накопил немножко маны. О, козел начал по Змеекам стрелять. Урк сразу такой, что? О, Соколик, привет. О, давайте так. Если Эльф выигрывает, то с Соником комментируем. Если Урк выигрывает, то с Соколиком комментируем. Соколик, ты готов по комментируем финал? Что у нас был баланс по расе. То при всем уважении к Соколу, к Сонику... Хотя подождите, вдруг сейчас Генрих скажет, я не могу, типа. Я занят. У меня есть более важные дела в жизни, чем смотреть Варкрафт. Как насчет обоим. Давайте в обоих... Ой, фу, фу. Ну, ТГВ такой, знаете, токсик вообще. Я как... Я фильтрую половину его комментариев. Сейчас не фильтранул. И... Просто засранец такой. Просто токсичный засранец. Успокаивайся уже. Ну, добрее будет. А на троих комментируем финал они прокатят. Можно и втроем, но... Обычно получается какой-то балаган. Чел, ну ты чего? Ну, алло. Ой, сейчас Эльф вообще не прав. Да, у нее есть Кролл в Зе Бист. Да, есть Блэдмайстер, который немножко... Немножко заигрался. Но в целом... Грантуф отконтраливает, Арчей убивает. База работает. Торопиться не нужно. Да-да-да, все хорошо. А, Сокол на ДР. Все тогда, отбой. Тогда отбой. Кидала. Прохладный интимный стрим бы получился. Не, с Соником будет весело. Даже веселее, я бы сказал, чем с Соколом. Не особо-то и хотелось. Плюс он в скиллове, в конце концов. Какой-то ДР важнее Варика. Ну, если только у мамы ДР. Но если не у мамы, то будут вопросы. Ой, опа-па-па-па-па-па. Стирил Блейд. Что Стирил Блейд? Большую бутылку жизни. Да, это 2-2. Отчаянно пытается эльф еще Д3 сделать. Но это вообще уже наглость второе счастье. Хоть лимит у них и сопоставим, но сейчас у него нет оснований. Ни по героям, ни по предметам, ни по армии. Перчатки скорости продал. Представляете, как жиру бесится Блейд? Он оставил кольцо защиты и продал перчатки скорости. Вот так вот. Спасибо Близзарду за баланс. Без иронии, на самом деле, что колечко подняли так, что его сам лим ценит. Хочешь, я покомментирую в паре с графиком и выиграем золотую малину? Что вам, блин? Филбот, комментируй. Ты можешь параллельно комментировать в чате. Армия эльфа разделена. Я только слышу крики. Вижу трупы. Минус Арча, минус Хантреска. Четвертый СХ. Свиток лечения шикарный. И просто эта армия, не армия эльфа, убегает домой. Китайцы оживились еще сильнее. Да, и скайп покомментим. А вроде Ваське можно созваниваться, теперь нет? Или звонки Mail.ru. Давай что-нибудь еще посовременнее возьмем. Кто пользуется скайпом? Я уже все. А в Ирку можно зайти. Помню, вы мне с Дианом в 3 карты забраковали, потому что там я вручную кольца на уровень выше дроп заснул. Тогда это было адекватно. Ты же ошибся. Не смог отставить свою позицию. И тут идет атака. Очень все битое у Лина. Начинают потихонечку падать гранты. Минус 1. А Лин в это время просто убил все, кроме нычки вокруг. Класс. Ну что, ждем крита на 150. Ай, став. Ой. Крит на 170, но от иллюзии. Не так больно. Может он пилоч, кажется, качнул? Он должен был пилоч качнуть. Но не качнул. Ну это типично для орков, на самом деле. Для любых вообще. Пилоч, он как магазин у хуманов. Строится тогда, когда уже давным-давно нужен. Такое сражение, конечно, от Лина. Хорошее. Непрекращающееся, я бы так сказал. Непрекращающееся. Может, на нычку-то к ним мы стелепортируемся? А, у нас ТП нет. А Блэйд как-то тоже... А, большую бутылку завязал. Опа, минус алхимик. Сетка есть? Ой, крит на 150. А вот и он. Встречайте. Гэгэ пишет Colorful. Ну, по стандарту у Лины все четко. Главное, чтобы он сейчас не взял форсира в самом конце. Понимаете? Все, пошел отдыхать. О, Кавир, здравствуй. А в чем сейчас молодежь созванивается и отчет до сих пор скайпом пользуюсь? Дискорд. Я тебе как самый молодой здесь говорю. Кто-то там тиктоки друг друга шлет. У Лины квартира какая-то родная, вроде как в России. Тимспик. Фу, Дискорд говорит несчастье. Фу, несчастье, говорю я. Голосовые в Инстаграме. Это что-то дикое, да, совсем? В телеге, кстати, тоже же добавили с каким-то там 2-3 патча назад конференции массовые. И я до сих пор общаюсь со своими партнерами по скайпу. О, партнеры. Звучит хорошо. Ватсап. О, Квип 2004, говорит Фрастахэ. Квип. Квип топовый. Старики-разбойники. Пенсионеры. Всем добрый день, друзья. Мы в одном шаге от финала. Эпичного финала, который будем комментировать с самым эксцентричным. И одним из самых скилловых эльфов СНГ, их немного, осталось, это с Соником. С ТГВ? Нет. Я как раз рифму готовил. Скилловый эльф СНГ, это Соник. Понимаешь? Я провоцировал тебя на ТГВ, и ты попался. Можно еще раз гифку с Соником для заряда энергии? А я уже закрыл. ТГВ с Соником пусть комментируют. Я не против. Даешь эльфийский мирор в финале. Но это не такой плохой расклад на самом деле, потому что на этом турнире уже сколько раз мы, блин, видели этот орк-эльф вообще, который почти ничем друг от дружки не отличается. Опять этот козел, опять этот алхимик, эти хантресы, блин. Это попытка подхалявить, это попытка поставить базу. Этот орк, который страдает просто полыгры. А если переживает полыгры, то все ок. Сценарий один и тот же приблизительный. Они комментируют на заднем фоне, а ты играешь в XCOM. Идеально. Не искушай меня. Смотрю, что здесь что-то мне еще принесли. О, хлебушек. Эльфри? О, хлебушек. Замерзий. О, хлебушек. О, хлебушек. Все верно. О, хлебушек. О, лжи. Возвращаемся О, Виндрилла, точно Индрим, что я забыл про такое даже Да, финал сегодня Кстати, где Барак? Барака нет Лин решил В решающей играть через ФС Я не знаю Я не знаю, где логика вообще в этом Он два раза проиграл через ФС А, нет, это Лавка Это Блэйдмастер на Харасе С поздним Бараком, сори Все нормально Тогда весьма логично Пирода, я уже успел перекусить Не все, правда, съел Но Перед Экс Комом, я думаю Или перед Финалом Перед Финалом Я еще быстро перекушу Загревает статистика на 2019 год Ну да Мать, я заказал, кстати У тебя там есть крылышки Голод напал, вообще дикий Не все Я сделал себе годную шавуху за время игры Как раз к пятой карте успел Долго ж ты крутил Не специалист, но значит ты не работаешь по специальностям Ну, в смысле по этой специальностям Но кофе я, кстати, бахну Тут были какие-то проблемы с криппингом, получается, у Colorful Раз нет Lightning Shieldа вообще Никакого Все здоровые Это что было, здесь пион прибегал, что ли, да? Я жал грибы, варил мясо, делал соус Это долго Вот ты какой, а А вот если бы бывшая твоя была там еще Она бы могла тебе помочь Пионы убили, да? Возможно, да, это был ранний пион на разведке же Он уходил вниз Возможно, он выманивал нейтралов на барак Она такая себе в этом плане Руки холодные Ух, бррр Не продолжай Бывшая работает, Столин на кухне готовит Как-то неправильно Понятно, почему ушла Ну, есть разные версии Она нам говорит одно, он говорит другое Страдаешь, да, бедолага? Не, я даже туда не лезу Боя говорит, давайте без этих гендерных стереотипов Вот бы сейчас тебя лишить гугла и спросить, как борщ готовить Я посмотрел на твои стереотипы гендерные Выбивает артефакт хороший Ну, потенциально хороший Потому что здесь больше половины хороших артефактов Несчастье говорит, а я могу гугл без борща Это редкий навык Да, выпадает плюс 6 инты А что, если Столин и его бывшие на самом деле втайне встречаются И все это только обманка, чтобы скрыть их тайную любовь Против которой выступает родня Где-то заиграла музыка такая Об этом мы узнаем в следующей серии Сокол комментирует Блэйдмастер вырывается, он только первого уровня Не знаю, что получится ему здесь Сразу просветка По нему бьют И голем против него И коты против него Он замазывается Бегут грунцеры И тролль А вообще это может плохо закончиться Для эльфа Уже как бы не очень хорошо, как вы видите Просветка Сова Пытается отзонить Блэйда Чтобы он не думал даже врываться в этого голема Домашняя шавуха Даже зарегался, залогинился специально Яр Эро Говорит Смысл-то какой? Вся изуминка в риске Непонятное мясо Подозрительный Гавермейстер Я не знаю, что такое Возможный риск поэски в Боткинскую больницу Где это все? Согласен Отсутствует Отсутствует риск Отсутствует романтика Как следствие Ну, колорфулы здесь ситуация очень хорошая В результате получилось То есть нычка ему не была отменена Козел у него третьего уровня Но если бы еще окружаться Окружать научился, блин, за это время Ой, господи, что это такое? Как это вообще? Как? Так Еще, главное, окружил, стоит такой, ждет Дырка сверху, блин Там еще слева, кстати, дырка была Я такой думаю, ну как так, ну как Ну что ж ты не подведешь-то Ну что ж ты не это самое И это, блин, топовый эльф Да, у нее еще дрейн Дрейн, мана дрейн был Он мог не дать ему виндбок уйти Хотя там говорят, кд был устав Такие все прошаренные ТГВ только хочет это самое поуничать Ему сразу Энигва Стоп Внимательно, пожалуйста Я уже вообще на втором половине ничего не замечаю А там Холистром говорит, здравствуйте Майкер там бардак на ютубе в чатике Ну еще раз, насколько можно говорить, друзья Если вы Вы можете спокойно смотреть чатик на ГГ Он хороший Он активный, он разумный Без спама, без всего А если вам нравится смотреть на ютубе Просто заходите на канал на ГГ И включайте плеер ютуба Это уже можно давным-давно сделать Какой смысл? Мы там все равно модерировать ничего не будем Ну потому что За этим надо постоянно следить Выделять людей Там выделяешь разок Там люди откалываются И активность там невысокая Лучше все-таки в одном месте общаться Столин, можно? Я говорю тебе можно, ты мне говоришь нельзя Неактивный чекай Попробуй тыкнуть на неактивный Чекай Блин, магия Нет? Черт А так работает Ааааа О, смотри как Хорошо Ой, Скроу в Забист Я бы не стал здесь сражаться Вроде как Крипджек неплохой Но армии Орк это не меньше здесь получается И третий СХ с полной маной Какой смысл здесь сражаться Под этим, под Скроу в Забистом Главное за что Ой-ой-ой Минус тролль Ладны Минус Хантреска Ок Минус Гранд Ок Минус еще один Гранд И в результате даже Эльф тут сухим из воды вышел Ну, хотя минус Арча еще Не хватило виспов на Крипджеке Хотя сложно с собой виспов В незапланированную атаку вводить На самом деле Одно дело, когда ты сам навязываешь и все планируешь Сам идешь вперед, а тут ты не знаешь Будешь ли ты сражаться, не будешь ты сражаться На развороте пытается Блэдмастера штампануть Не получается И отходят Но в целом Тайминг постановки Экспа у Лина Значительно позже, чем Чем обычно, так скажем Видимо, из-за Амазонии Перегруппировался Лин грамотно К хлавке дошел Для того, чтобы просто ману восстановить Хотел спасти этим самым Гранд Танис Блин, еще Лин проиграть здесь сможет, реально Ну, не в данном конкретном случае Просто все идет к тому, что Лин сейчас разменивается Телепорт Ах, не добил Привет, Светогор Светогор Хотя там нет Т3 Грейда Он, скорее всего, не ожидал Ты говоришь, что там будет Экспан такой наглый Что во время битвы Орг будет еще Ставить Эксп Я не видел, видел ли он Кипра пытается сейчас Отменить Какой Светогор Как же я, Светожар Светояр Привет, Светояр Я с опаской отношусь к людям У которых приписка к ГГ Это еще старые клановые темы Знаете, это как Эскамайкер Вызывает подозрения Свиток прекрасный Сейчас от Colorful Ой, опасно Для Лина все очень опасно Сейчас контратака А, даже не контратака Даже минус Эксп Ребят, это Colorful Побеждает Лина Я в шоке Вообще-то я нахожусь в клане ГГ на Warcraft Champions Нифига себе Хорош Да, 5 копейка Это минус Лин Это очень похоже, что минус Лин Ну, 40 лимита На 60 Да, увы Эльфийский Мирор Но только Соник может его Сделать интересней На самом деле я С удовольствием бы посмотрел Как уже говорил Эльфийский Мирор Лин пытается ворваться Хороший Lightning Shield Но когда тебе на 20 лимита меньше Это уже Может стать проблемой Лечение Гранты падают Блайт молодой, неопытный Да, это отчаянная последняя атака Экспанда у Лина нет Ему даже отступать сейчас некуда особо Отсюда Как же он борется за жизнь, за свою Мануэс их уже нет Блайт пустой Минус Блайт Лечение на последнем А там была бутылка маны, видимо Все-таки у Сахи Сейчас точно нет Как Лев борется Как Лев борется Лин База снова пытается отстроить Минус Блайт Теперь уже точно Гага Да Здесь я ошибся Дико ошибся Но блин, так Так небрежно, конечно, Colorful Иногда играл Просто недоконтролировал